Нас достаточно логично упрекают в том, что в погоне за коммерцией мы вынуждены проходить мимо вещей интересных. Конечно, телевидение, а провинциальное в особенности, не в силах осуществлять регулярные тематические передачи в мирах и странах, доступных к вылету не только из Магнитогорска. И вопрос не в возможности местных журналистов творить не хуже московских. Нет, здесь вообще проще работать на позитиве и, выражаясь понятным и доступным 350 тысячам граждан языком, быть и популярным, и востребованным. Если разговор, предшествующий нашему очередному путешествию, мы ведем на фоне благополучной и сытой Москвы, открывающей для нас возможность путешествовать по всему миру, то это только потому, что, сравнивая многочисленные показатели, цены жилья и доступности, и подхода жизни, скажем, жить у нас проще и дороже одновременно, а зарабатывать и путешествовать сложнее. И если для среднего москвича, очарованного внеземными ценами на недвижимость, бесконечная гонка за квадратными метрами уже не цель в жизни, то почему бы не пожить свой кайф и не попутешествовать? Да и мы, поняв, что бегать за девушками и за трамваями бессмысленно, решили рвануть куда подальше, а точнее, куда мечтали давно. Страну одного из первых туристических направлений, любовь новых русских 90-х годов прошлого века, Таиланд. И сразу скажем, это не самое развитое направление с вылетом из провинции типа Магнитогорск. Магнитогорск – это вообще чудо. Цена внутреннего аэререйса до Москвы в два, то и в три раза дороже, чем из Уфы или Челябинска. А ведь только Москва, к сожалению, предлагает нам все направления. И как достала эта централизация. Но по цене четверки турецкой на двоих удалось, и во многом благодаря любимой фирме Эльдорадо Тур, воплотить Жонину, да и мою мечту. И вот, проехав в неспешном порядке в любимом дизельном велопухе до Уфы, повалявшись в пустом аэропорту до утра, благо дивный напиток из солда и хмеля и персональный DVD-шник сгладил дискомфорт, мы спокойненько, а главное, дешево прилетели в столицу. Пошатались по центру, сняли для архива свежий материал, посмотрели, как оборудуются современные НТВ-шные ПТСки, поглазили на съемки какого-то там кино. В общем, успев сделать многое, сели в привычный нам по поездке в Индию Боинг 747-400 от Трансайера. И спустя 9 часов вполне комфортного полета, сдобренного продукцией домодедовской Дьюти-Фри, утром дня следующего, маленько пошалив съемкой из садящегося самолета, приземлились в аэропорту Бангкок. Субтитры создавал DimaTorzok Мечта бы посягла. Приземлились на череду обитованную землю.